Всем привет! Покажу PvP за Рамзу. Противники достаточно неслабые. Выбрал группу специально, где есть меди для того, чтобы победить. Посмотрим, как себя поведет Рамза. Я стерну сделал ТМР, чтобы он стоял сзади, не выбегал вперед. Рамза без шмота, можно сказать, без ТМР шмота. На монте шмот от Рамзы ТМР. Для того, чтобы повысить его физдев, хотя у него и так немало. Также я не одел ТМР монту, чтобы он опять же не стоял позади и не бафал все магии. В результате умирал. А старался кинуть скилл Иммортал Спирит, или там Кураж, как его озвучивают в игре. Плюс, смотрите, сейчас Терн опять бафается, и скоро будет ход Рамзы. Убил, все. Просто разорвало, да, меди. Шикарно. Противник, наверное, пока не возьмет четвертый лимитбрейк для меди, они и так и будут жертвами. Главное, конечно, немножко угадать с персонажами. Все, сейчас сходит Рамза. Не так уж мощно, да, ударил. Есть ошибка у меня, допущенная. Я использовал карту Трусяу, или как и Трусяу, или Машель, короче, внешний вид. Вот, Стерн порвал. Данная карта не повышает магу урон для Рамзы. Это печально. Нужно Рамух или какую-нибудь другую карту, которая дает процент именно маг стата, а не маг атаки. Вот, это, оказывается, огромная разница. То есть, вот эта карта Машель, Трусяу, она дает урон для магов, таких как, допустим, меди, аяка, но не дает персонажам, которые бьют слэш-атакой. Например, наш Рамза. Да, Рамза имеет все атаки свои, как слэш-урон. Поэтому слэш-урон полезен, да, а нужно еще повышение маг стата. То есть, вот, тотал маг всего лишь 787, и если повысить, то будет выше урон. Именно повысить маг стат для Рамзы. Ну, он неплохо повышает урон за счет своего бафа около 30% на 20 уровне. Пытаюсь найти противника, у которого будет меди, ну, и примерно равного по силе. Но, заметьте, я уже один бой выиграл, да, то есть, у меня поменьше АП, ХП и тому подобное. Вот, нашел, да, Энгель, снова меди, меди 88 уровень будет. Меди достаточно сильна, это шикарно, как бы. Вот, посмотрим, что она сделает. Ну, и не забывайте про расстановку. Я думаю, часть видео не чисто вот, Рамза такой прекрасный, шикарный, хороший персонаж. Я думаю, основное, что нужно игрокам, это именно расстановка персов, как использовать ТМР, какие ТМР в будущем лучше собрать. То есть, есть ТМР, которые имеют скилл бафа в том числе, а их нужно использовать на тех персонажах, которых нужно как бы застопорить. Ну, именно на этой локации, может, локация потом поменяется. Вот, почти не ударил. Повезло, что Сентинелл скинул скилл, повысил монт свой Дев, МДев, все, и Рамза разорвал. Шикарно, да, меди жертва, 88 уровень меди. И просто ничто. Вот, Рамза бежит танковать, да, как бы бьет камушком. Конечно, лучше были бы у него Дев скиллы. Вот, за счет хейта Рамза неплохо, ну, монт неплохо танкует. Все. Сентин, как всегда, в ажуре убивает. Позже покажу вам свою, ну, как позиционку, свои карты. Ну, еще раз напомню, карта Мошель, Труселя, назовем ее так, опять же. Она бесполезна для Рамзы. Это моя ошибка, я ее исправлю. Также я говорил в прошлом видео про Шиву. Вот, у Шивы есть повышение Макстата, но это не идеал. Возможно, все-таки придется к Айрон Гиганту, либо Бегемоту вернуться. Может быть, они, ну, нужно, опять же, все просчитать, посмотреть. И, возможно, они все-таки дадут больше прирост. А может быть, действительно, слэш-атака, слэш-резист даст и живучесть, даст и урон слэш-атаке. Ну, вот, победил двух противников. Смотрите уровни, да, Энгель шикарный. Ну, Санкрит, единственное, подвел невысокий уровень. 79-й. Был бы 89-й, было бы примерно равная группка. Сейчас посмотрите мою формацию. Блин, что ж такое, как долго грузится. Так, перейдем к формации. Ну, все стандартно, да, слэш-атака у нас Терни, массовый пати-бонус. Вот, на Энгели хейт плюс 5, ой, на Монте хейт плюс 5, ну, на Рамзе Трусяу. Вот, 21 атаки, а ничего не дает. Так что, смотрите на мои ошибки, учитесь. Я обтестировал насчет этой карты Трусяу. Ну, я надеюсь, вам понравилось видео. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки. Постараюсь еще записать больше видео. Пока. Пока.